Глаза Бога устремлены на страну. История арабо-израильских отношений в свете выступлений Любавического Рэбе. Подзаголовок «Сердце проблемы – человеческая жизнь». Цитата. «Каждому, кто губит одну еврейскую жизнь, Тора засчитывает, как если бы он погубил целый мир. А каждому, кто спасает одну еврейскую жизнь, Тора засчитывает, как если бы он спас целый мир». Мишна, Сангедрин, 4,5. «Это не просто нравственное наставление. Это четкое указание к действию. Если еврею угрожает смертельная опасность, то для того, чтобы спасти его, отменяются любые предписания Торы и подавляющее большинство ее запретов». Цитата. «Нет ничего, что устояло бы перед опасностью для жизни, кроме идолопоклонства, запрещенных половых сношений и пролития невинной крови». Йома, 82а. «Смотри также Рамбам, Мишне, Тора, Законы об основах Торы», глава 5. В настоящее время этот принцип стал всеобщим достоянием. Ныне представление об исключительной ценности человеческой жизни определяет жизнь всех истинно демократических обществ. Так, например, Конституция США определяет, что первейшей задачей государства является защита жизни каждого гражданина и его право жить в покое и безопасности. Если так, то разве не следует нам, евреям, поставить этот принцип во главу угла в нашей святой стране? Несмотря на все усилия установить мир, в нашем регионе нет пока еще никаких признаков, что эти усилия увенчаются хоть каким-то успехом. Но первейшие условия, создающие возможность изменить это положение, не повторять прошлых ошибок и признать, что жизнь любого израильтянина – это высшая ценность, являющаяся критерием любой попытки разрешения наших проблем. Хотя каждый человек, творение рук Всевышнего, смотри Берешит 1.27, прежде всего речь идет о жизни и безопасности еврейского народа. Тора предписывает, что в первую очередь народ Израиля обязан заботиться о собственной безопасности и охранять жизнь каждого еврея без исключения. Хорошо известно, как во время Второй мировой войны весь мир равнодушно наблюдал за уничтожением евреев. Тогда даже те евреи, которые были далеки от знания законов Торы, поняли, что если мы не позаботимся о себе и не постоим за свою жизнь, никто этого не сделает за нас. Нам нельзя полагаться на помощь других народов еще и потому, что опыт показывает, сколько несчастья может произойти, прежде чем эта помощь придет. Например, после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году прошло полгода, прежде чем в конфликт вмешалась Америка, и за это время погибло множество людей и был нанесен колоссальный материальный ущерб. Точно так же было в Боснии, в Сомали, в Заире. На совесть мира положиться нельзя, она просыпается слишком медленно. Кроме того, антиизраильские заявления, которые слышатся сегодня со всех сторон, ясно показывают, как мало мы можем ждать от народов мира. Для жителей стран, пребывающих под охраной своих законов, террористические акты в Израиле кажутся чем-то абстрактным, не имеющим к ним прямого отношения. Они не могут представить себе, что нечто подобное может произойти с ними самими, и число убитых для них не более, чем статистические данные. Они хладнокровно сравнивают, сколько людей погибает с еврейской страны и сколько с арабской, не чувствуя и не понимая истинной сути проблемы. Правда, надо признать, что нечто подобное происходит и у нас, но по иной причине повседневная угроза жизни притупляет чувства. Нередко приходится слышать, удалось предотвратить куда большее несчастье, только двое убитых, или нам удалось убить больше террористов, чем им наших солдат. Этот абсурдный подход свидетельствует, что и от нас ускользает суть проблемы. Дело не в том, каково соотношение между жертвами с той и с другой стороны. Главное, как остановить этот адский процесс.